всем добрый вечер спасибо огромное что вы пришли на мой вебинар первый я провожу впервые скажите меня как видно и как слышно плюсики поставьте если мне видно и слышно здорово спасибо огромное что вы все рядом со мной меня поддерживаете вы все и мои дети вы вся моя семья самая команда всем мы близкие родные все мы дети господни да так я говорю всем потому что на самом деле мы одинаковые все меня зовут лелис людмила я директор компании рефлейм и хочу рассказать свою личную историю и до рефлейм и после рефлейм вообще вот ну как я работаю здесь что изменилось моей жизни да кем я стала как смотрят на меня люди что было до и после очень очень хочу рассказать будем листать слайды потихонечку я по фотографиям выложила их 14 немножко расскажу они подскажут мою историю до рефлейм я работала в баре три года барменом смотрите бейджик висел да знак какой то что надо мне вот бейджик сейчас директором хожу и барменом очень моя лелис людмила владимировна была и в баре то есть очень здорово классно ну какой тот как знак хотя в них не верю проработала три года в баре барменом очень любила свою работу очень восхищалась ею думала что это ну сама такая престижная даже работа работала до пара я повар кондитер третьего разряда и четвертого то есть мой рост был так как мы учимся повышаем квалификацию далее после я выучилась на мастера то есть технолог общественного питания в витебске и далее у меня я два декретного отпуска у меня вообще трое детей мне 36 сейчас на данный момент в этом году лет и многодетная мама очень горжусь тем что у меня трое деток вообще еще люблю людей люблю детей за доброту за открытых высказывание даже может быть от кого-то хорошо немножко волнуюсь поддержите меня пожалуйста так хорошо что далее работа моя была до часу ночи то есть было тяжело работая жду часу потом два-три ночи ты убираешь заведение если банкет то еще больше остаешься ты остаешься до можно сказать так четырех до пяти моя ночь вся была на работе я не видела детей абсолютно они ложились спать практически на вот моими родителями да сами и пошла была беременная третьим когда работала в баре ушла декретный отпуск и у меня два сына и дочь декретного отпуска я не вышла на работу моей дочери было 10 месяцев когда постучался был звонок от моей одноклассницы галины кокаревой может кто-то знает из участников этот человечек он позвонил и приложит пригласил меня на спа процедуру спа процедура по уходу за кожей лица тебя накрасят подберут очищение кремангу то есть как мы приглашаем сейчас получается что пришла я на звонок охотно вот моя фотография и я здесь уже после спа процедуры вообще очень рад хочу рассказать мою мой приход вот туда сказала она мне что сертификат на двоих то есть мы тоже можешь прийти с кем-то моего мужа брат приехал с венесуэлы саша и я спросила можно ли из мол как он хотел почистить свое лицо насколько на что на что она мне сказала я перезвоню и тебе скажу был звонок от нее и я сказал мне да конечно можно ему тоже почистить личико подберут все и тогда мы уже поехали все ну с ним пришли на бульвар космонавтов а не темчук очень благодарна вообще на этом офисе очень много потом проработала и когда мы зашли туда вдвоем было три еще женщины увидели меня и молодого человека на что сказали что ну как бы нельзя как нельзя мы уже звонили сказали что можно и молодым человеком прийти на что ответили вы знаете в следующий раз у нас будет для мужчин мы у нас специальная серия кремов очищения и мы вам позвоним ну я такой эмоциональный человек на то время было и я вообще не знаю как переступила порог в кабинет самом деле думала уйти не хочу ничего то есть поедем домой как бы было очень жарко лето и такой негатив однако саша не сказал иди я подожду тебя была тогда было тогда два человека это романович и лена и сабынина наталья сабынина наталья сразу видно по поведению что только училась я помню как сегодня ее внешний вид волосы ногти одежку то есть все конечно больше было около нас так это лена романович и сразу было видно что она обучает конечно для меня было все впервые я мне подбирали очищение и крема у меня было очень довела кожу свою до чувствительности сама за счет бани очень там я так понимала что неправильно делала и сама виновата в том что я такая у меня кожа была очень чувствительная был первоначальный купероз на щечках у меня было сухость очень около носа и подбородок мне ничего не подходило мне все жгло пекло меня там снимали охлаждали то есть снова подбирали подобрали вроде как должно попикивать вроде как согласность осталось и конечно визаж спас все потому что мне подобрали базовый макияж мне подобрали тональную основу пудру румяна глазки мои накрасили здесь я вот накрашена на фотографии мы приехали уже домой давайте я сфотографирую на память память осталась могу вот эту фотографию видите на самом деле мне очень понравилось саша сказал ничего страшного следующий раз и я пойду все я домашний быт трое детей грудной ребенок дочери было на тот момент 10 месяцев ну и быть домашний все я окунулась снова как спустя два дня мне снова позвонили позвонила лена романович и пригласила приглашала на какую-то встречу нет я не согласилась и раздался звонок от моей же той же приглас которая приглашала одноклассница галя она глюда ты дома я еду к тебе она соседние в чернавчицах живу она выстреча соседняя деревня тоже мама трех детей она села на велосипед и приехала ко мне у меня доме я жила с у свекра очень большой овальный стол на кухне она разложилась у полностью у нее было и все акции все стартовые шаги вот эти блокноты какие-то вот принесла мне подарки помаду который цвет не подошел тушь тоже как тоже бушная то есть как бы ничего нового не было но это было приятно для меня но я этим не пользовалась потому что мне тоже не подошли эти цвета то есть нашла применение вы знаете когда она стала рассказывать про возможности арифлейм она мне в тот ведь на тот вечер она мне рассказала именно показала видение что здесь не просто открыть каталог заказать и все а на самом деле как ты работаешь какие вот подарки какие возможности что ну она вообще сама не рассказать ни слова не могла толком но услышала я тогда в тот момент не так было важно подарки акции даже скидки как она пошла рассказала мне дальше когда мне она мне рассказывала что здесь в этой компании когда ты на уровне директора ты два раза в год за счет компании будешь отдыхать ездить на море когда в любом на любом уровне менеджера или директора ты сможешь открыть и п то есть сама на себя работать свобода это все будущем кто-то за три месяца становится директором кто-то за полгода кто-то за два-три года попробуй один процент и 100 если у тебя получится почему бы и нет у меня трое детей я понимаю что знаете это сейчас я же понимаю что это компания готовая ну работает все под ключ тут все есть ничего вкладывать не надо я делала большие заказы на своем номере сама лично по 950 баллов я большой товар оборот давала личных зарплата у меня была хорошая большая я сразу видела деньги и поняла что здесь платят пришла я на акцию где было пригласить 12 человек первую линию лично 12 человек и тебе в подарок будет френч две чашки блендер пароварка все это бесплатно у меня волосы дымом как бесплатно добыть не может да смогу не смогу я не стала делать свои личные баллы я стала рассказывать людям о этой же возможности вот я пришла на эти подарки почему бы нет попробуй ты хотя бы миксер френч и две чашки получим знаете у меня получилось мне нравится эта работа тем что я где бы я не находилась везде арифлейнг то есть ты можешь рассказывать это всем неважно какой возраст компания не спрашивают сколько тебе лет где ты работаешь какое у тебя образование тут всем всем возможно работать потому что пробовать хотя бы потому что как все мы моемся и каталоге если все мы листаем видим что продукция на любой кошелек как в корону заходишь из выбираешь уже то что у тебя там кошелечки да смотришь что-то подороже что-то оптом где-то дешевле рассказать сама купила и кому-то позвонила то есть принцип понять нужно здесь не все получится и выиграла три номинации было три номинации от компании первое место если кто-то больше зарегистрирует людей второе кто больше баллов сделает wellness и третье личных баллов у кого больше не поверите я сама не верила что объявили три номинации выиграла 1 я то есть получилось так что не перни 1 2 3 девочка только я все три номинации для меня это было тоже победа успех я радовалась этим вот шагом вот этой ступенька у меня уже вырисовывалась здесь я понимаю что но это работа это не просто так никто тебе ничего не преподнесет надо пробовать и получилось так что когда поздравлял меня анджей с моим быстрым ростом по вайберу до выздоровительный вебинар я просто звала все маму папу моих родных близких то есть подруг соседи посмотрите меня будут поздравлять для меня это было так просто такой праздник восторг меня показывать по телевизору то есть не здорово классно то сам анджей бриллиантовый директор для меня это было ну президент просто это министр и мне очень нравится что вот под музыку вот то есть вот сам танцует это очень красиво классно здорово спасибо ему огромное и когда выиграла ты номинации я мне был большой рост он мне как я сейчас вот перед вами да он не трясет вот такой вот папкой под музыку берет люда я приеду к тебе в брест я подарю вот тебе вот эту папку от меня и даже это тебе в подарок за то что ты показала хороший результат и знаете летом когда самый тяжелее час понимаю люди на купаются отпуске на море их труднее всего где-то даже пригласить на какое-то мероприятие у меня получилось летом сделать звание и у меня фото когда за вынаграждение не только он привез мне вот этот подарок да мне то есть ты пойдешь в ресторан с бриллиантным директором анжи и всеми директорами скажите пожалуйста вот фотография да я в ресторане в бресте с самым дорогом то есть самом престижном новом ресторане и это такой вид на втором этаже на первом этаже сидят все обычные люди заказывают кушают а здесь просто вид вот эта комната никогда тоже не забуду а вот это шикарные просто стены видите на заднем плане кто узнал кто это кто на заднем плане кто рассматривает тарелочки красивые напишите кто узнал это наша катя андреева да никто не узнал катя андреева катя и вообще другой человек сейчас она по всем во всем такая молодец я около меня люди окружают кто меня люди окружают которые на моих глазах они выросли то есть они меняются они другие то есть на самом деле здесь здорово здорово и я пришла в ресторан не одна то есть три места до помните три номинации я мой муж и до сих пор жалею что я кого-то не взяла то есть я была как новичок я может не допоняла и третье место как бы пустовало до сих пор жалею об этом но ничего все будет впереди еще не первый поход в ресторан когда рассказывал анжей много историй когда меня поздравляли все директора при моем уже меня дарили мне подарки ну это было как сказки честно я не было я как деревянная сидела на самом деле то что ну здорово классно я понимала это мой успех не зря мы здесь собрались то есть это мое будущее было очень круто очень со многими познакомилась кого еще не знала и после того как мы посидели отдохнули пообщались все поразъезжались мы с мужем ждали уже вечер машину чтобы нам нас завести домой шел дождь и он сказал что тебя никогда так не получится как у них ты не такая как они знаете это мне подстегнуло до сих пор и в скором времени я директор то есть это ну как бы подстегнуло мне нравятся такие моменты я так сейчас поняла потому что это очень ну я к чему я стремлюсь теперь я понимаю что у меня только дети на первом плане то есть у меня трое детей все больше быть ничего никто не может быть конечно мои родители и давайте не о грустном это моя команда мои обучение мои первые выходы на сцену микрофон то есть для меня это было очень тяжело я не могла в школе рассказать ни стишка ни около доски если меня вызывают я краснею я не могу даже сейчас да когда начале лиминара то есть это чуть-чуть но уже проходит волнение остается потому что все новое но это трудности я передать преодолеваю это нравится мне самой моей семье мы выходим с нашей командой мы работаем с ними везде потому что здесь есть и холодный рыдак и теплый конечно как мне то мне легко работать везде я очень смелый человек я понимаю что мы поможем теперь многим то есть подойди человеку и просто предложи есть такое всем прикосновение это так работает с командой мы обучаемся ездим ездим везде то есть нас больше с каждым разом с каждым мигом мгновения и и это во мне больше уверенности когда я ехала одна было очень тяжело никогда не забуду когда мы ездили с наташей сабылина моим директором моей поддержкой вообще моим позитивом спасибо ей огромное когда не забуду ее слова в поезде ты сейчас едешь сама как здорово если бы с тобой поехали с твои люди и их сейчас много у меня это классно это весело такие разные веселые они разные честно разные разные в каком плане характер позитив фигуры да то есть все мы меняемся и сами любите по себе у вас каждый один этих фото ты я в очках я в очках длинном розовом платье по серединке черным поясом я здесь мои девочки их награждают в минске сертификаты то есть это моя гордость у них большой рост у них большие большие цели и мечты их нужно показывать вырисовывать просто помогать потому что это моя большая семья я вообще не только многодетная я я самая самая счастливая и очень хочу чтобы если у меня там два с половиной года да мне тяжело было но я вижу как девочки растут они вот у меня одна девочка в позапрошлом каталоге вышла на 9 процентов вышла на 9 процентов и мой уровень следующий предыдущий это 12 процентов и она прописывает она говорит это вслух она пишет в группе по вайберу и она у нее получилось у нее получилось и зато каталог она вышла на 12 процентов она строила одну веточку одну новую она не смотрит ни на подарки не было планшеты не чемодана ни на что она закрыла глаза еще с декрете декрете она сейчас не щас выходить на работу в декабре двадцать четвертого или шестого числа она ведь я не хочу на эту гос работу я не хочу туда идти у меня получается здесь я хочу ну пробовать и она за тот каталог вышел на 12 процентов у нее четыре девяти процентника менеджера две шестерочки и три тройки трех процентники и получается в этом каталоге она говорит 15 процентов у нее на данный момент уже 1700 баллов конечно сможет конечно у нее получится и получается работать у каждого спасибо огромное вы мои хорошие родные близкие просто хорошие такие и встречаешься обнимаешься ты просто просто нет слов я люблю и вот я вот в этом в этом образе потому что если нет любви здесь не получится работать с декрестом ты не будешь на негативе здесь не не получится здесь вот этого полно в нашем сейчас современном мире сейчас очень редко встречи человек доброты сейчас очень страшное время и большой негатив у людей буквально вчера мы вышли на советскую в Бресте раздавать листовки шикарные листовки шикарные просто у меня остались я вам покажу видно видно мы вышли с этими листовочками 66 человек нас было 6 человек и девчонки подбегали спрашивали что говорить а что говорите как страшно что делать ну как с людьми да просто просто а вот там здравствуйте вы гуляете да наверно с елки идете с центра вот потому что такая улица она просто там движуха ты просто подходишь неважно молодой этот человек или идет семейная пара или мама идет с детьми с двумя с тремя получается ну поток людей большой ты просто подходишь здравствуйте гуляете то есть ты идешь на контакт с людьми и и вы знаете я хочу вам подарить вот такую листовочку здесь что здесь нужны новогодние подарки для близких и коллег это к нам то есть эрифлейм официальный поставщик новогодних подарков 16 года ну экономьте свое время просто листайте каталог выбирайте тут тоже подпункты имя и телефон получается ты мне легко идти на контакт с людьми я беру в ежедневнике контакт то есть телефон как зовут и сейчас конечно мы встретимся с вами созвонимся за чашечкой чая мы здесь недалеко находимся у нас на следующей неделе курсы бизажа абсолютно бесплатные экспертизе то есть вкратце рассказываю сейчас дисконт я взяла с собой в воду вот это которая сейчас за три рубля можно купить акция и я просто наносила на ручку каждому или просто вот если три-четыре человека каждому поднос кому понравилось на самом деле рассказываю вкратце как ее можно купить давайте созвонимся все с коляской девушка шла три месяца ребеночку конечно я рассказывала и про велнос тоже двух словах своей истории ну это здорово это работает если ты едешь куда то вот мы едем с командой ездили в вильнюс мы ездили в вильнюс и это было здорово это было круто вы знаете я хочу еще сказать о том что до арифлейм я кроме как витебск потому что там училась кроме как минск меня встретили я переночевала и снова там в поезд я нигде не была я думала я в жизни своей не умеет не увижу море я просто мечтала об этом я а теперь то есть ну это просто сказка я почувствовала себя с Золушкой когда меня пригласили на банкет директоров Наташа Сабынина едет на банкет директоров ей нужно было кого-то взять с собой но она пригласила меня бери самое лучшее платье и едем это было для меня так трогательно вообще классно здорово и она сказала что в следующий раз едешь ты и берешь уже кого-то ну как ты посчитаешь кого нужно этот банкет директоров запомнился надолго нету фото не показывают не продумала и это просто ну не знаю как золушка напал это красная дорожка эти лимузины вот это шикарное платье парами это ну это как ну по телевизору показывает только смотришь по ту сторону экрана ты уже там здорово знаете а когда мы ездили в Гомель ранчо а может кто-то был там отпишитесь поставьте плюсики кто был на ранчо было очень много людей было 4 команды цветные маечки то есть это было здорово вы знаете где бы я ни была в поезде едем я проводнику расскажу про бизнес про дисконт иду что-то покупать с детям я знакомлюсь и мне тут же сразу дают данные паспорт все регистрируем и созваниваемся где-то иду зубчик полечить к стоматологу я оставляю каталог смотрят на миллион на два заказы рассказываю конечно про дисконт не хотят слышать у тебя закажем единожды и все постоянные покупатели у всех наверное не уверена иду банк оформлять кредит оставляя тоже каталог то есть мне очень легко вы мне пальцем покажите кому подойти я подойду у меня это смелость я сейчас скажу в шестом году когда я родила второго ребенка сына я вышла с роддома на руках у меня младенец мой сыночек и я только тогда перешла с порог роддома я выходя сейчас как сейчас помню мысли мне чихать на мнение людей у меня своя жизнь мне решать куда мне идти что мне говорить с кем мне общаться что мне делать куда мне посмотреть поехать это моя жизнь вас не должно интересовать ничего раньше меня это удержало очень сильно в дежурных рукавицах и получается что на второй банкет директоров я поехала уже конечно с моей мамой немножко позже я покажу тоже эту фотографию а сейчас еще смарт бизнес тоже мы с моей командой их больше мы ездили на с Брестом половину наверное людей вот машут ручками здорово может кто-то узнал себя это была тоже незабываемая просто поездка и всему мы учимся с каждым каждой секунды если ты конечно этого хочешь еще расскажу про то где я уже была когда я стала работать в Арифлейм я была в Вильнюсе я была в Гомеле на ранчо я была в Швеции мы там Хельсинки Эстония Тайлинг Финляндия вы знаете компания сделала визу я поехала еще с моей родственницей в Варшаву никогда не забуду паром вот 18 часов два парома вы знаете когда поехала в Швецию на второй же день когда мы были в океанариуме я купила так недавно за поездку телефон самсунг большой тоненький красивенький и я его там оставила я опять отвлеклась дети моя любимая тема люблю обожаю их и так получилось что я взяла сумочку кофту а телефон оставила и я выбежала и как только я дошла до очередной красивость красивого памятника фотографировать нет телефона то есть я понимаю что у меня паника что мне делать я оставляю адрес я оставляю телефон пожалуйста миленькие родные найдется ну передайте может как-нибудь ой конечно я очень переживала боже отправляться через 10 минут автобус на паром нам нужно было ехать вы знаете мы были неделю в Швеции и неделю телефон был доступен его никто не нашел наверное а потом потом просто даже уже и не звонила но значит я туда еще вернусь вот с этими словами я бодрилась и было все хорошо у нас было не было времени отдыха то есть на самом деле это было все круто интересно я ближе познакомилась с Арифлейм Швеция это просто здорово что у нас есть глоток со Швецией вот wellness продукт с которым я работаю на данный момент больше всего это мой самый любимый продукт у меня большущие результаты в моей семье я не говорю просто вот по чернавчицам по городу по моим близким родным просто вот я мои дети трое детей и моя мама все у меня больше нету просто много и дальше дальше про кого-то рассказывать потому что потрясающие результаты мои дети очень сильно болели до wellness когда немножко назад да когда постучался Арифлейм я был большой скептик и кормила дочь грудью ей было десять месяцев не знала когда кормить до года я начала с упаковки витамин то есть комплекс пэк за пол цены я взяла коктейль я прокормила дочь два и два это большой плюс я поняла что у меня молоко пошло густое она наедается то есть я понимаю что я становлюсь на ноги я утром сползала с кровати мне нужно провести двоих школьников мне грудной ребенок вставал по утрам то есть это было ужасно я с кровати сползала у меня результат был самый большой быстрый быстрый я сегодня купила витамины допустим выпила упаковку упаковочку пэк пакетик и на следующий день я просто встала я проснулась я встала с кровати и все у меня начался день замечательно мои дети сейчас уже четвертый год как не болеют у меня дочь которая вот я мы вдвоем начали кушать эти витамины я кормила грудью попадала все питание ей соответственно у меня в сад она ходит сейчас второй год ни одного пропуска то есть у меня ребенок не болеет и родила я ее очень маленькую 8 месяцев недоношенной желтушкой то есть это было очень вообще очень очень страшно если первая ребенка я родила весом четыре сто пятьдесят семь килограмм а здесь два семьсот и пятьдесят один ну вот сантиметр то для меня было это конечно шоком и по больницам на желтушка какие-то анализы искали эти венки везде в голове вот на ручках у нее тех венок видно не было то есть на самом деле болезненные дети были все не буду сейчас застрять внимание в садике поменялась заведующая и не поверила что не болеет она достала свой ну вот большущий такой вот блокнот и убедилась что да не болела здорово классно она у меня консультант у нее дочь беременная здорово то есть где я там и можно сказать регистрация не сейчас так позже не я рассказала если не у меня регистрация то у кого-то но арифлейм это наше будущее и хорошо что у нас конечно есть такие продукты мы сейчас ими гордимся это новейч да велнес просто грандиозно уже показывают по телевизору то есть на самом деле класс и обслуживались мы в офисе у Андреевой Екатерины Сапфирова директора мы были у нас было очень много просто много и как только как только Наташа нет ой что это я это перепели ты сиди так вот не рассказала еще об этом что мы со своей командой ездим отдыхаем это пуще на самом деле было не сильно жарко но мои дети купались то есть никому не разрешали а мои дети купались я взяла двоих среднего сына 10 лет и моя дочь в красных капликах стоит полинка она купалась то есть на самом деле я уверена в здоровье наших ну моих детей нам здорово нам хорошо мы общаемся очень много новичков и мы приглашаем всех буквально потому что именно в этот момент мы открываемся то есть мы мы можем поделиться тем что есть очень много замкнутых очень много ну как это подойти к этому человеку на самом деле ну это здорово когда ты отдыхаешь одна из фотографий и да вместе мы с силам я все время говорю Наташа ты открыла офис вот сейчас видите на слайдах что посерединке моя мама да Варифлейм это моя Наташа мой директор я очень ей горжусь я очень ее люблю мы очень похожи с ней она ну мы дополняем друг друга мы всегда идем за руку и даже как бы мне не было тяжело она мне помогает во всем во всем с самого начала она всегда находила на мои возражения конечно они были у всех ответы Катя Андреева и и Катерина Дудко наши посмотрите они в колпачках они флажки у них у нас было открытие замечательно грандиозно у нас было перед открытием обучение которое проводила Катя Дудко на самом деле это было здорово она всегда ее обучение шли на пользу всем потому что всегда они разные то есть она всегда говорит что-то новое и строго и целенаправленно то есть это ну спасибо ей огромное на открытие офиса приехала к Наташе Сабыниной это очень очень замечательно и мы встречали их просто 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 координация у нас была на самом деле это это мозг компании это гордость наша здорово и как видите может кто-то не знает флажки вот синий желтый цвет это в стиле шведской вечеринки у нас проходила сценка полностью вот замечательно просто и свет погасился была темнота приходила Люсия такая в белом платье с печеньем пряниками имбирными с конфетами то есть на самом деле это было со свечой зашла очень долго классно мы открылись и наш офис с первого дня это как наш второй дом я забываю там компьютер где-то оставлю джедневник то есть ну как будто с комнаты в комнату перешла на самом деле это классно и мы теперь наша команда вся включена в работу то есть у каждого есть ключ мы дежурим то есть не только как я у Кати дежурила я и Наташа сейчас дежурят все практически вот ну как не все конечно новичков нет но вот те люди которые ну у Кати места было уже просто мало потому что нас очень много и первая неделя конечно было скучно очень только и у Кати говорит офис пока пустует без вас ну и сейчас конечно все здорово мы общаемся и все замечательно так после открытия офиса мы отправились в ресторан ни на одной фотографии меня не было видно только на этой потому что я очень много ну такие вопросы организационные решала здорово классно что кто бы мог подумать когда то что я буду общаться вообще с такими людьми это вообще моя не знаю в Бресте высота такой вот такая вот леди которая я когда еще была на бульвар шевченко именно вот как мой первый вот переступила порогу на спа процедурам когда меня пригласили конечно это была моя просто вот свысока смотришь на нее она она это тот идеал который я до сих пор вот горжусь ей очень я восхищаюсь ей очень она умничка она она скажет правду то есть никогда не скажет где-то там просто вот чтобы порадовать человека поддержит и когда ты меняешься здесь с годами и это видят люди когда подходят айсэмы когда бриллиантовые директора приезжают тебя благодарят целуют щечки обнимают тебя то есть вот эти награды премии это все сцены на самом деле это одушевляет спасибо огромное я с таким обществом общаюсь мне очень здорово мне очень приятно живу в чернавчицах и когда ты директор когда знают население мои премии знаете как деревня маленькая маленькая деревня да и город Брест тоже большая деревня все знают и на самом деле здорово классно когда сидим допустим в Беларусьбанке подходит ко мне наш педиатр детский врач которая также кушала велнос витамины коктейли большой еще был скептик я очень тяжело ей объясняла мы с Наташей приезжали к ней в больницу с весами но на самом деле она поняла и сказала что лучше нет и если на приеме у врача и она видит маму с ребенком которая постоянно на больничном не выходит просто с него она уже просто просит вот пожалуйста подскажите мне Ольга Федоровна что мне вот какие витамины лучше ребенку дать потому что мы вот как видите болеем ну очень очень ну всегда живем тут в больнице и знаете когда уже врач и говорит о витаминах конечно говорит лучше витамины так это какие они она сказала белорусские не помню но она выделила велнос витамины детские и омега то есть это тот человек который рекомендовал уже шведские витамины сами понимаете что ни один врач не скажет об этом и у меня был такой пример тоже и она подходит в беларусь банки и говорит Люда тебя можно поздравить ты директор то есть на самом деле это классно здорово звонят и меня поздравляют получается что никогда не сдавайся ни за кого не решай и преодолевай свои страхи все получится у каждого у каждого все впервые вот это моя большая мотивация мои дети трое люблю люблю очень сильно и моей любви хватает скучают немножко но когда ты приходишь домой и тебя обнимают у нас разница 6 лет между всеми детьми то есть моим сейчас детям 4 года дочери среднему сыну 10 лет и старшему 16 он уже там метр 84 это здорово это классно когда они меня любят они меня ценят они мною гордятся они восхищаются они мне помогают видите вырезают с каталогов у нас была школа по новинкам вы не представляете я к ней готовилась к этой школе и вот этот Егор мой средний сын вот именно он мне подсказал мам мы вырезаем давай наклеим мы на 2 листа а 4 наклеили все нет не новинки тогда было 2 набора давайте мы укомплектуем 2 набора по 50 баллов и будем рассказывать это своим консультантам знакомым близкими родным и мы составили 2 набора на 2 листах то есть это получились наборы по 340 320 тысяч 50 баллов то есть там здорово и школа получилась классная то есть и выделил выделила своего ребенка похвалила потому что на самом деле это замечательно и конечно они мне помогают как никто как никто потому что если открыть ТВ если работать на здесь в рефлейме я понимаю что эта компания передается по наследству нам оставляет компания наследство и я понимаю что кому оно перейдет здорово классно спасибо им огромное и вот это моя мама можно сказать моя первая нога вот это моя первый такой тыл покровительница да мама у всех то есть получается это человечек которая если касается моей работы это единственный человек который меня поддержал все против все говорили что ты куда делаешь куда ты ездишь куда ты идешь что ты говоришь что ты чем ты вообще занимаешься то есть это не твое тебе это надо это нестабильно то есть возражение до сих пор вы не поверите до сих пор есть люди из моих близких родных которые не понимают и на самом деле я говорю ну я работаю а вы смотрите на мой рост я буду рассказывать про него вам в мир эрифлейм вышел там моя фотография то есть я не написала город Брест я написала деревня чернавчица директор велис Людмила деревня чернавчица получается я горжусь тем что я здесь деревушке и у меня все получается подо мной растет шикарная команда девчонки которые не знаю перспективный директор то есть я уверена что будет все замечательно и быстро спасибо вам огромное смотрите моя мама да она можно сказать здесь до рефлейм и видно по шарфикам что я конечно ответственная за велнос у нас был большой 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 праздник очень много было людей и здесь именно вот была моя история велнос я не знала что меня вызовут то есть даже представление не имела и когда меня вызвали а до меня выступали спикеры и рассказывали свои истории так получилось что когда попросили меня рассказать про велнос потому что еще мама была рядом а у нее большущие результаты сейчас я вам немножко немножко какие вспомню расскажу я вам перечисляю их просто на пальцах потому что любой звонок и она мне говорит своих результатов во-первых это нервная система то есть это первый самый результат что она позвонила моей сестре и говорит Люда ой Алла у меня витамин которых мне Люда со мной поделилась то есть 11 пакетиков с упаковки я дала маме а 10 себе оставила мы так и начинали то есть для меня тоже был велнос дорого но я как ни с кем как поделюсь если не с мамой потому что знаю ее здоровье и далее у нее мигрени у нее были постоянные головные боли их сейчас нет нормализовалась давление которое мучило постоянно у нее вы знаете она стояла на учете с сахарным диабетом а сейчас сняли у нее суставы это боли адские она не знала куда деть ноги сейчас все нормализовалось у нее в почках были просто булыжники вы не представляете она поехала на узи и сказали чистые почки даже нет песка она говорит быть такого не может ну вы посмотрите еще лучше а она говорит чистые почки у вас даже нет песка здорово классно молодцы она показывает узи свое предыдущее и говорит вы знаете тут булыжники были в почках она прям врач прям прям разозлилась говорит вы думаете я уборщица я просто села и вам говорю результаты рекомендации вам даю я еще раз повторяю у вас чистые почки и даже нет песка то есть вот это те результаты которые ну просто здорово вы знаете сейчас вот нормализовался вот у нее такой именно пауза период тоже кидала то в холод то в жар сейчас ну лучше намного что еще а у нее по анализам вредных холестерин с крови вышел гемоглобин который не был больше 90 никогда она допивала за внуками капли потому что выписывали детам поднять гемоглобин она килограммами ела гематоген вот в аптеках покупали то есть это была еда да сегодня она поднимет ну хороший гемоглобин а завтра ну как бы он снова 90 и не больше и сейчас у нее норма то есть она совсем другая запомните она вот сейчас ее да и сейчас я перелистаю слайд еще хочу сказать что она верит в меня потому что я ее везде сейчас беру и на праздники у нас ездила в Минск на обучение и конечно она была на банкете директоров и это она видите вот это она моя мама она другая она она на лице изменилась она она сейчас живет то есть это моя поддержка это она моя самая лучшая и она всегда рядом и она вы знаете мои родители продали машину купили машину себе чтобы отдать мне для моей работы на тебе Люда нужно ездить в Брест в деревне на встречи на спа процедуре на домашние то есть везде встречалась с людьми машина это просто ну не знаю без нее наверное было бы не так быстрый рост даже потому что больше ты охватываешь людей и рассказываешь им о своих кто был на банкете директоров поставьте плюсики да Ольга Аня да Елена было нас очень много наверное много в меня и знаете может помните этот момент когда шел дождь уже начина мы танцевали да начинался дождь и так получилось что я ж не могу я не своя мне ж надо к каждому человеку подойти мне должны увидеть услышать то есть очень и очень добиваюсь всего и я понимаю что это так я к нему и взглядом и просто просила пожалуйста сфотографироваться надо то есть это память вот это здорово и мы встречались взглядом очень часто и вы понимаете я на сцену а мне охранники говорят нет нельзя и получается что он ну позвал меня что я с тобой сфотографируюсь я вышла снова я ступила к нему на сцену и меня сфотографировалась у меня девчонка сфотографировала я не знаю наверное 4-5 ну именно снимков и все и он спасибо спасибо все вы лучший комплиментом ему накидала и кто-то еще захотел сфотографироваться а он сказал типа нет все то есть это тоже здорово это тоже классно и ну здорово классно хорошая хорошая примета и да шикарный был банкет просто вот Наташа Собынина с ней поехал муж Сергей ее опора и сказал что лучше банкета не было с каждым разом все лучше и лучше это было просто здорово я никогда не забуду мою маму на этом банкете мы танцуем она фотографирует мы где-то 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 около какого-то спикера да она на видео снимает она снимала все вокруг то есть для нее это было но она никуда тоже не ездила никогда и знаете когда после всего мы поехали уже домой она говорит Люда я это видела только по телевизору я никогда не могла подумать что я буду по ту сторону экрана телевизора то есть вот это так здорово это так тепло слышать и если все получится а все получится я конечно будет банкет директоров и хочется взять ну уже как бы не маму уже я надумала кого но тоже близкого родного потому что я хочу чтобы те люди которые еще не понимают где я работаю до сих пор они также видели как моя мама и гордились мной ой уже час роста вам и хочу конечно хочу вам пожелать знаете все получится у всех будет получаться но самое главное получится у тех кто у кого есть четкая цель у кого есть большое такое твердое как твердый стержень внутрь у кого будет любовь к людям это очень важно в этом бизнесе конечно нужен позитив в этой работе конечно нужно трудолюбие конечно нужно больше всего так это ну кто способен обучаться слышать видеть и принимать близко конечно все получится успеха здорово вам и спасибо огромное за поддержку спасибо огромное за за то что вы со мной и до скорых встреч люблю очень вас обожаю спасибо спасибо огромное что вы были со мной до свидания доброй ночи